Антони Делон Антони Делон Натали она никогда не была по патчпорту. Натали это был ее творческий псевдоним, который она взяла по имени своей дочери Натали Бартолеми, которую всю жизнь безутешно искала. Надеюсь, что вполне понятно объяснил. И теперь, говоря Натали Бартолеми, вы будете говорить о ее маленькой дочери, а совсем не о жене Алена Делона. Чтобы опять не запутаться, постарайтесь запомнить. Если Натали, то Делон. Если Бартолеми, то Франсин. Договорились? Вот так будет не только вам понятно, о ком именно вы говорите, но также и всем вашим собеседникам. Если, конечно, для вас это важно. Итак, Антони Делон, с которым тоже большие проблемы в России, причем только в этой единственной стране, где его почему-то упорно зовут не по-французски, как Антони, и даже не по-русски, как Антон Оленович. А почему-то коверкая язык специально на американский лад Антони. И ладно бы сами коверкали свой личный язык на радость Америки. Всегда заискивать перед иностранцами в России это национальный спорт. Но мало того, еще и упорно учат других, чтобы не только они, а все коверкали и все заискивали, не давая другим людям называть так, каким удобно и каким позволяет и дикция, и мост. Мы на русскоязычном канале не будем преклоняться перед Западом и называть всех будем по-русски. Нет, совсем нематерно, как вы привычно подумали. Итак, Антон Оленович был зачат Оленом Фабьеновичем и Франсин Людовиковной вот на этой самой знаменитой кожаной кровати. А знаменита она тремя вещами. Первое, что купил ее Олен на свой первый гонорар от фильма «Когда вмешивается женщина». Не смотрели? Это раз. Что на этой кровати он никогда не спал с Роми. Это два. Как вы знаете, с Роми они спали, как Ленин и Крупская, на раздельных кроватях. А потому, как у Крупской с Лениным, у них тоже не было детей. А вот драки, скандалы и ругань – это да. Это было каждый божий день. Стоило только по рюмке выпить и вперед. Это два. И еще эта же самая кожаная кровать в конце концов стала смертным ложем Олена Делона, на которой он возлежал уже после своей кончины, во время прощания с родными и близкими. Ангельский красив и ангельский спокоен. По личному свидетельству Брижит Бордо, которая присутствовала на похоронах и которой недавно исполнилось 90 лет. И не случайно, именно ее портрет, портрет Натали, был тогда на Мисс Син и теперь в душе рядом с этой кроватью. От своего отца и матери Антони унаследовал спыльчивость. Их самый главный недостаток, по словам самого Олена. Какой твой самый большой недостаток? Спыльчивость. Который лишь только Аннушка Делон сумела коварно обратить себе на пользу, когда подзуживала Антони против Ироми. Антоний рос большим правдолюбцем и вырос уже правдолюбцем, радикальным просто. И ради правдивого и честного словца не пожалеет и отца, как уже доказал это в истории Сари. Как все вы знаете, это именно благодаря правдивому мальчику Антонии. Весь мир узнал о том, что его бабушка прячет какого-то маленького мальчика, которого охочие до сенсаций журналисты тут же назовут сыном Олена Делона. В наказание за этот грех отец повесил на Антонии проблему Ари. И когда тот, вернувшись обратно в Париж, действительно стал проблемой для клана Делонов, это именно Антонии занимался всем тем, чтобы эту проблему снять. Это именно Антонии, а совсем не Ален Делон. Дважды встречался с Ари. Это именно Антонии, а совсем не Ален Делон, улаживал ему жилье и давал какие-то там деньги. Это именно Антонии выиграл это судебное дело с адвокатом Кристофа Майела по признанию Олена Делона отцом Ари в судебном порядке, которое Ари проиграл. И чтобы закончить уже сегодня эту лекцию по именам, стоит сказать, что только сам Антонии Делон, и именно он один единственный, кто действительно носит фамилию Делон. Только Антонии, настоящий Делон, реал Антонии Делон, как он и назвал свой инстаграм, Для других детей Делона фамилия их отца Делон – это лишь только творческий псевдоним. По патчпорту Аннушка вовсе не Делон, а Аннушка Ван Бримен, и как серьезная замужняя женщина должна была бы носить фамилию своего мужа, Жульена де Реймса, став с той поры мадам де Реймс, что не так уж и плохо, согласитесь. Однако не сделала и этого, так как де Реймс – это тоже псевдоним. Ее мужа Жульена в действительности по патчпорту зовут не так уж и пышно и громко. Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Алены Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже с десяток ошеломительных видеовыпусков. И все подробности о том, что же там по правде происходит, и за что воюют Делоны, знают все подписчики нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.